Продолжение следует... Собственно, у меня сразу первый вопрос к аудитории. Как вы считаете, является ли злокачественной плевритой и асцитой проявлением висцерального криза? Очень простой ответ и два возможности... Очень простой вопрос и две возможности ответа. Да или нет? Пожалуйста. Первый ответ – да, 72%. Второй – нет, 28%. Хорошо, да, интересно. Я ожидала такой ответ. Но давайте попробуем все-таки разобраться более детально. Ну, сразу скажу, что, в общем-то, каких-то откровений не будет в докладе. Все то, что мы прекрасно знаем, это проблема. Этот вопрос, он освещен достаточно давно. Но немного статистики. В целом, злокачественные плевриты развиваются примерно 15% больных всеми злокачественными опухолями. И наиболее часто за развитие этого осложнения отвечают как раз рак легких, рак молочной железы. Больше половины случаев. И если брать, собственно, больных диссиминированным раком молочной железы, то плевриты развиваются тоже у достаточно большого процента больных. От 36 до 60%, 5% по разным данным. И более того, у четверти больных, в общем-то, единственным проявлением болезни является изолированный плеврит. Ну, в норме, в плевральной полости, и в полости есть небольшое количество жидкости, как известно. Да, оно необходимо для того, чтобы комфортно проходило трение листков плевра во время дыхательных движений. Постоянно происходит процесс выработки плевральной жидкости и ее абсорбции. Такой баланс постоянно поддерживается. Но и когда эти процессы нарушаются, чаще всего это происходит за счет метастазирования непосредственно по плевре. Механизм до конца, в общем-то, не ясен, потому что иногда есть метастазы, но плеврита нет. Возможно, требуется продукция каких-то дополнительных секретомов, как их называют. В том числе, например, в последнее время обсуждается секрет повышенной экспрессии ВИДЖФ. Либо, наоборот, происходит непосредственно метастатическая обструкция лимфатических протоков, и наоборот, абсорбция жидкости не происходит в достаточном количестве. Но вот это самая такая частая проблема, и, собственно, то, что мы называем метастатическим плевритом. Но бывают также другие причины, я очень кратко о них напомню. Вследствие бронхиальной обструкции при пневмонии или атоликтазе, вследствие системных эффектов при раке, это гипальбуминами, гиппротрамбинами, или даже осложение, связанное с лечением, и лучевой терапией, и химиотерапией. Некоторые препараты вызывают плеврит. Надо об этом помнить, но чаще всего, конечно, мы имеем в виду метастатическое поражение плевры. Но симптомы хорошо известны. В общем-то, даже при осмотре пациента, при расспросе, уже можно заподозрить этот диагноз. Конечно, это выраженная одышка в первую очередь. Если мы говорим о симптомном плеврите, может быть, боль в грудной клетке, конечно, слабость, небольшой каши, анорексия. И уже просто проперкутировав, да, лёгкие, уже можно сказать с большей или меньшей долей уверенности, что здесь имеется накопление плеврита. Ну, естественно, это нам в помощь генологические методы исследования, рентгенографии, КТ. Ну и дальше, если мы заподозрили и подтвердили по рентгену наличие жидкости плевральной полости, для подтверждения метастатической природы мы можем сделать оркоцинтез предпочтительно под узиконтролем, для биохимического, цитологического исследования плевральной жидкости. Но если предусшествующие диагностические мероприятия нам не помогают, мы можем, в принципе, и биопсию плевры сделать, да, для того, чтобы отправить материал на в том числе гистологическое и моногистохимическое исследование. Ну вот типичная абсолютно рентгенологическая картина плеврита. По УЗИ очень хорошо, да, видно большое количество жидкости плевральной полости, очень удобно сделать разметку для туркоцинтеза. Ну и по КТ, помимо жидкости, мы можем увидеть и поражение плевры, да, узелки по плевре. То есть всё очень достаточно просто с точки зрения диагностики. Ну, с точки зрения биохимии метастатический плеврит является эксудатом, в отличие от транссудата, да, скажем, по сердечным заболеваниям. Характеризуется высоким содержанием белка, низким содержанием глюкозы. ЛДГ, как правило, больше 200 мг в мл и низким или нормальным уровнем ПАЖ. Интересно, что если уровень ПАЖ низкий, да, то есть ассоциируется с худшей выживаемостью по сравнению с нормальным уровнем. Видимо, говорит о более таких агрессивных пролиферирующих опухолевых клетках. Ну и лечение, да, конечно, если к нам приходит пациент с клинически значимым плевритом, с выраженной одышкой, то первое, что мы должны сделать, это торкоцентез, да. Ну, помимо того, что взять материалные жидкостные исследования, это позволяет нам быстро купировать и облегчить состояние пациента. Конечно, основой лечения плеврита всё-таки это метастатический рак молочной железы, да, является системная терапия, различные варианты. Ну и, к сожалению, одного торкоцентеза и удаления плевральной жидкости, как правило, бывает недостаточно. Чаще всего плевриты рецидивируют, да, и не всегда удаётся их контролировать системной терапией, да. Бывает так, что, скажем, другие очаги все хорошо контролируются, даже уменьшаются на фоне системной терапии, а плеврит при этом продолжает копиться. Может быть, не так резко, не так быстро, но, тем не менее, продолжает копиться. И в данной ситуации в помощь нам могут быть дополнительные мероприятия локальной терапии, такие как плевродез, да. Он бывает химический, хирургический, и если эти мероприятия не помогают, да, мы можем даже думать о постановке постоянного катетера. Ну, вот здесь представлен такой очень, конечно, схематичный упрощённый алгоритм лечения метастатического плеврита. Да, это, как мы говорили, торкоцентез в первую очередь, да, если лёгкая расправилась, очень хорошо, состояние пациента сразу облегчается, да, и в дальнейшем мы можем думать о различных вариантах плевродеза. Если лёгкая не расправилась, это уже более серьёзная ситуация, это панцирная лёгкая, да, когда есть либо массивное метастатическое поражение висцеральной плевры, когда лёгкая поджатая, не расправляется, это способствует как раз более быстрому и постоянному накоплению плеврита. Вот в такой ситуации мы можем думать о установке постоянного катетера. Ну, если говорить о склерозирующих агентах для химического плевродеза, вот это в западной литературе, да, упоминаются такие агенты, как тальк стерильный, да, очень высокая его эффективность отмечается, 90%. К сожалению, иногда возникает достаточно серьёзное осложнение, да, это респираторный дистресс-синдром. Также используется, могут, доксициклин, тетрациклин, блямицин, да, проблема в том, что, например, стерильный талик, насколько я понимаю, у нас в стране, в общем-то, не очень доступен, да, и найти вот эти вот препараты, такие простые и очень дешёвые, которые существенным образом могли бы нам помочь в лечении плеврита, очень-то сложно. Ну, да, не знаю, наверное, вы в своей практике используете сплотин, мы нередко это делаем, да, но вот в зарубежной литературе, к сожалению, не упоминается эта опция, это, в общем-то, эффективность этого, такого варианта терапии, она достаточно сомнительна. Вот единственное, что мне удалось найти, это исследования китайских авторов, они сравнивали введение цисплотина и цисплотина с беоцизумабом, как я уже сказала, в последнее время обсуждается, что причины злокачественных сирозитов может быть с повышенной экспрессией ВИДЖФ, и вот как раз в это исследование были включены 43 больные, которые получали либо цисплотин внутриплеврально, либо цисплотин с беоцизумабом, и оказалось, что в группе с беоцизумабом достоверно большее число ответов, 80% по сравнению с 47%, и даже 7% было полных регрессий против 2% в группе цисплотина, но тоже надо взять это на заметку, возможно, дальше изучать этот вопрос, но если нет возможности вводить токсициклин и талик, то в принципе можно, что мы и делаем в практике, пробовать вводить цисплотин, иногда это помогает. Ну и хирургический плеврадез тоже, это опция есть, но, как мне кажется, не очень любят таракальные хирурги, честно говоря. В прошлом использовалась плеврактомия, достаточно травматичная операция с большим числом осложнений, поэтому, наверное, сегодня мы не рассматриваем это как вариант хирургического плеврадеза, но иногда это может помочь при усынкованном плевре, частичной декортикации с последующим, может быть, химическим плеврадезом. Ну и если это не усынкованный плеврид, то даже описывают такое механическое воздействие на плевру с помощью абразивных материалов, что способствует такому астоптическому воспалению и склеиванию листков плевры. Ну, если всё это не помогает, если есть пантерное лёгкое, в конце концов, как вариант, можно использовать постоянный плевральный катетер, вот он здесь представлен, пациент сам дома пару раз в день, один-два раза в день по ситуации открывает краник, что называется, и сливает там какое-то количество жидкости. Вот такой крайний ещё способ. Ну, и в целом, если говорить о том, является ли всё-таки плеврид висцеральным кризом, об этом нам говорят даже достаточно чётко. Последние рекомендации СБС, когда определяют понятие висцеральный криз. Если раньше никаких уточнений не было в этой связи, то сейчас в последних рекомендациях уточнение появилось, что да, висцеральный криз — это серьёзное нарушение функций внутренних органов, определяемое клинически или по лабораторным показателям. В принципе, мы можем сказать, что плеврид, выраженный плеврид, действительно, это серьёзное нарушение функций внутренних функций лёгких. Оно поджато, пациент не может дышать. Но вот здесь очень важно сделано уточнение, что к висцеральному кризу мы можем отнести поражение лёгких с быстро прогрессирующей одышкой в покое, но не связанное с плевридом. Почему так? Да потому что у нас есть очень хороший способ, простой, как торакоцинтез, который позволяет нам очень быстро облегчить состояние пациента, улучшить эту самую функцию лёгких. Пациент к нам приходит иногда с ЭКОК-3, с одышкой выраженной в покое, ему делается только буквально на игле, удаляется некоторое количество плевральной жидкости, и пациент уже прекрасно себя чувствует, уже ЭКОК-1. Поэтому, наверное, вот такую ситуацию мы не можем отнести к висцеральному кризу и говорить о том, что, скажем, пациенту с лиминальным раком и с наличием метастатического плеврита мы должны обязательно назначить химиотерапию. Это совершенно не так. Мы в первую очередь должны сделать торакоцинтез, облегчить состояние пациента, убедиться в том, что лёгкое расправилось, оно дышит, и назначать уже терапию согласно его биологическому подтипу. И наиболее эффективной в этой ситуации является, конечно, назначение гормонотерапии, а именно комбинированной гормонотерапией, в первую очередь, с идики ингибиторами. Вот такое мнение экспертов ЭБСИ-5, что метастатический плеврит всё-таки по большому счёту не относится к висцеральному кризу. Если торакоцинтез позволяет нам расправить лёгкое и облегчить состояние пациента, то это не требует назначения химиотерапии. Ну, если говорить про асцит, буквально у меня пара слайдов, потому что это, в общем-то, редкая ситуация. Честно говоря, мне не удалось даже найти какой-то статистики по этому поводу, с какой частотой встречается эта ситуация. Но когда к нам приходит пациент с асцитом, мы должны, конечно, в первую очередь исключить другую патологию, в частности, первичный рак яичников, брюшины. Естественно, забрать жидкость на исследование, может быть, биопсия сделать брюшины для подтверждения, что это метастатическое поражение именно при раке молочной железы. Ну и также надо помнить о том, что, собственно, причиной асцита при раке молочной железы может быть, помимо канцерматоза брюшины, портальной гипертензии вследствие массивного метастатического поражения печени. И вот в этой связи, мне кажется, вот эти две ситуации мы должны очень хорошо разделять. Если канцерматоз брюшины по аналогии с метастатическим плевритом и с поражением плевры, как мне кажется, это не жизненно выражающее состояние, потому что мы можем точно так же, как при плеврите, сделать тролапароцинтез, удалить это большое количество даже жидкости, облегчить состояние пациента и спокойно назначать ему ту системную терапию, которая ему показана в данной ситуации в большей степени. Гормонотерапия, антихер-2 терапия и так далее. А вот если у нас имеется портальная гипертензия, действительно серьезное, массивное метастатическое поражение печени, то это уже жизнеугрожающее состояние. Вот это как раз мы можем расценивать, как фестеральный криз. И, в общем-то, второго шанса здесь у пациента точно не будет. Либо мы назначаем системную терапию с максимально быстрым ответом, к которому мы традиционно относим все-таки химиотерапию, хотя по частоте объективных ответов комбинированная гормонотерапия не уступает химиотерапии, но традиционно считается, что все-таки ответ на химиотерапию наступает быстрее. В данной ситуации, конечно, мы, наверное, должны использовать химиотерапию. Ну а все-таки эта ситуация достаточно редкая, серьезная. Чаще мы встречаемся с канцероматозом все-таки брюшины. Если встречаемся с остытом при раке молочной железы, как я уже сказала, на мой взгляд, по аналогии с плевритом, это не является жизнеугрожающим состоянием, потому что может быть купирована собственно эвакуация этой жидкости. На этом у меня все. И я повторно задам тот же самый вопрос, который я задала в начале, но с небольшим уточнением все-таки. Являются ли плевриты или асциты именно обусловленные канцероматозом, плевры или брюшины, проявлением вестерального кризма? Два ответа. Да, и нет. Спасибо. Но пока отвечает у меня небольшой вопрос насчет плевридеза. Какой вариант вы считаете все-таки и для больного, и для врача оптимальным? Вариант плевридеза. Ой, Слав Владимирович, сложный вопрос. Сложный, потому что у нас просто недоступны такие эффективные и простые методы плевридеза, которые описаны в западной литературе, такие как тальк. Мы как-то удалось с помощью наших таракальных хирургов найти доксциклин. Мы использовали. Я все думаю, ну неужели найдется таких таракальных хирургов, которые все-таки заинтересуются этой проблемой, например, и попробуют как-то найти, я не знаю, найти этот тальк, закупить несчастный, простерилизовать его и попробовать его использовать. Если описана такая высокая эффективность, 90 процентов. Но сложный вопрос. То, что есть, какая есть возможность. А что доступно, что называется? Что доступно? Я хочу прокомментировать, что мы достаточно часто применяем плевридез, в том числе и тальковые. Наверное, считается, не более оптимальны. Но единственное, что там болевой синдром, как правило, бывает. Все-таки, в принципе, и блеомицин, и цистплатин, более того, у нас было исследование, мы использовали хирургические методы, аргоноплазменная коагуляция, лазеротерапия, электрокоагуляция. Ну, аргоноплазменная чуть получше была. А так, в основном, вот то, что касается, чтобы не госпитализировать пациента, это мы используем готовы результаты голосования. Являются ли плевриды и осыты обусловлены канцерматозом, плевребрюшины, проявлением висцерального криза? Да, теперь 31, и нет, 69%. То есть, ну, я, мне мнение изменили. Радушка, удалось немножко убедить коллег. Я просто, знаете, поскольку, вот первый раз услышала, что вы применяете тальковый плевродез, да, может быть, пожелание такое, какие-то устраивать мастер-классы для таракальных хирургов других учреждений, чтобы тоже могли этим пользоваться, потому что вот у нас, к сожалению, такой возможности нет. Вот просто большая просьба как-то обучать этой методике других учреждений. Да, конечно, у нас такие возможности есть. Конечно, я думаю, что надо будет связаться и тогда обговорить этот вопрос. Спасибо. Потому что это у нас, на регулярной основе происходит, конечно, поможем, чем можем. Спасибо.